В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. На железнодорожной станции Калинина еще раз напомнили пассажирам о правилах безопасного перехода через пути. Он оборудован змейкой, оборудован звуковой, световой сигнализацией. На территории Подмосковья начали работу газово-участковые Мособлгаза. Подведены итоги конкурса рисунков «Мой папа самый лучший». Победителей выбирала наша жюри. Сотрудники администрации совместно с полицией и административно-пассажирской инспекцией на платформе Калинина провели очередной профилактический рейд, в ходе которого они напомнили гражданам о правилах поведения на железной дороге. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. Чтобы снизить смертность на железнодорожных путях в Ленинском городском округе, на платформах муниципалитета регулярно проводят профилактические рейды, на которых пассажирам напоминают о том, как правильно переходить железную дорогу, а также раздают листовки со всей необходимой информацией. Начальник отдела транспорта Геннадий Витринский еще раз рассказал о том, как на станции Калинина оборудовано место для безопасного перехода пассажиров. Он оборудован змейкой, оборудован звуковой, световой сигнализацией. Это достаточно для безопасности перехода, данного пешеходного перехода. Даже если вы переходите пути в разрешенном месте, все равно необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда и идти только на зеленый свет. Кроме того, при переходе нельзя слушать музыку через наушники, отвлекаться на телефон, а также нужно не забывать снимать капюшон. Однако в спешке многие не соблюдают все эти правила. Представим, что электричка через 7 минут или там через 5 минут, а за 2 минуты до прибытия поезда дозвонился красный свет. Естественно, хочется успеть электричку перейти. При этом ждешь 2 минуты, пока поезд приедет, потом он минуту постоит, потом еще минуту он уедет, потом еще какое-то время после него погорит красный свет, и только потом включится зеленый. Поэтому хочется перейти за эти 2 минуты, пока поезда нет. Наверное, пару раз. Вот прям, когда мне надо было. Вот буквально это на днях было, когда военкомат опоздал. Чаще всего нарушителями становятся именно молодые ребята. Помните, что железная дорога – это зона повышенной опасности. Лучше опоздать, чем попасть под поезд. Условы участковой в Московской области появилось новое значение. В 2024 году на территории Подмосковья начали работу газово-участковые МОС «Облгаза». Их задача – организовывать работы по техобслуживанию и ремонту газового оборудования в многоквартирных домах, а также еженедельно проводить встречи с жителями. График встреч с газовыми участковыми и дату планового технического обслуживания, которое проводится раз в год, можно узнать на сайте МОС «Облгаза». Портал претерпел значительные изменения. Всеважные инструменты находятся на главном экране, чтобы с ним мог работать даже не очень продвинутый пользователь. На сайте, кроме всего прочего, подскажут, как отличить газово-участкового от мошенника. Наличие униформы и удостоверения, посещение квартир строго по графику и бесплатность услуг. Здесь же можно прочитать, какие работы будут проводить газово-участковые во время проведения технического обслуживания многоквартирного дома. И, наконец, после того, как техобслуживание было проведено, на сайте можно оставить отзыв или пожелание по работе газово-участкового. В случае, если вы обнаружили неисправность в работе газового оборудования, не пытайтесь самостоятельно починить, переставить или передподключить его. Специалисты настоятельно рекомендуют выключить прибор, перекрыть газ и оформить заявку на ремонт. Сделать это тоже можно на сайте или по телефону горячей линии. Плюс семь четыреста девяносто пять сто двадцать два сорок ноль четыре. Центр детского творчества «Импульс» провел в Видновской школе номер семь благотворительную акцию «Ангелы добра». На мероприятии был организован сбор средств на лечение маленькой Лизы Забайкиной с врожденным пороком сердца и гипоксическим поражением нервной системы. Первое, что увидели гости, переступившие порок седьмой школы, – это ярмарка, организованная учащимися нескольких образовательных учреждений и их родителями специально для акции. Здесь связаны игрушки и изделия из дерева и глины, и даже сладкая выпечка. Все это активно покупали посетители, а вырученные средства пошли на помощь пятилетней Лизе Забайкиной, которая страдает от врожденных заболеваний. У нас участвуют учащиеся Центр детского творчества «Импульс», Мамолоковская школа, Лопатинская школа, Видновская гимназия, седьмая школа, ВХТЛ. Открыто душой и сердцем, готовы помогать, которые понимают, что в одиночку с некоторыми проблемами не справятся, а если всем миром понемножку, то можно справиться с любой бедой. Мы приехали с номером от деток, наши детки приготовили вокальный номер, и также мы привезли выпечку и поделки на благотворительную ярмарку. В первый момент почти все раскупили, особенно выпечку, которую с любовью приготовили наши родители. Учащиеся нескольких школ и воспитанники Центра детского творчества «Импульс» подготовили выступления с яркими танцевальными номерами и песнями. Ученица третьего класса Видновского художественно-технического лицея отметила, что своим выступлением она стремится сделать мир чуточку лучше. Когда мы делаем какое-то добро, этот человек его видит, и когда человек смеется, радуется, он побыстрее выздоравливает. Слова поддержки выразил и Ирей Николай Шапарев. Для русского человека всегда было в характере его, что мы не оставляем ближнего своего, мы ему помогаем. Мы помогаем и словом, и делом. И очень важно, чтобы мы не теряли этих своих ценностей, а только бы приумножали их. И такие вот мероприятия служат именно для этого. Благотворительная акция позволила каждому оказать помощь маленькой Лизе. Сбор открыт. Средства на лечение Елизаветы Забайкиной может отправить любой желающий. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В учебных заведениях Ленинского городского округа регулярно проходят познавательные мероприятия для детей, посвященные правилам безопасного поведения на проезжей части. Наша съемочная группа побывала на празднике в дошкольном отделении Видновской школы номер 7 и убедилась, что его воспитанники – грамотные пешеходы. О том, что дорога полна неожиданностей, хорошо знают воспитанники детского сада «Ромашка». На праздничном мероприятии, посвященном правилам безопасного поведения, ребята еще раз повторили, как нужно переходить в проезжую часть и какие опасности могут подстерегать юных пешеходов. «Уходят в рейс по правилам полярник и пилот. Свои имеют правила шофер и пешеход». «По городу, по улице не ходят просто так. Когда они знают правил, легко попасть в просак». Воспитатели подготовили большую познавательную программу. Ребята разделились на две команды. Мальчишки и девчонки участвовали в конкурсах, в викторинах, отгадывали загадки и пели песни. Стоит отметить, что несмотря на юный возраст, малыши хорошо знакомы с правилами безопасного поведения на дороге. Оценивали все этапы соревнований приглашенные гости – сотрудники госавтоинспекции. Хороший инструмент для привития детям безопасного поведения – это в качестве сегодняшних викторин, на примере сказочных героев, допустим, героев сказок, мультиков, песенок. И привить ребенку, во-первых, зрительно они воспринимают и вспоминают правила дорожного движения. Вместе с ребятами правила безопасности и азбуку дорожных знаков повторяли и их родители. Такие мероприятия очень важны для наших детей и для нас тоже, потому что сейчас у нас очень такая жизнь быстрая, активная, и частенько мы не успеваем уже уделять должное внимание нашим детям, но благодаря таким мероприятиям мы действительно все вместе, все дружно проходим все испытания. Папа шестилетнего Даниила Ивчина Евгений рассказывает, что регулярно напоминает сыну о правилах дорожного движения. В игровой форме информация доходит быстрее, дети соревнуются, и у них есть понимание в движении, как надо себя вести на дороге, какие меры принимать при случае того, как правильно переходить дорогу. Я считаю, что сотрудники ГИБДД, которые принимают участие в этом мероприятии, они делают очень правильно, и это очень нужно, и пусть будет безопасно на дороге. В завершении мероприятия ребята пообещали быть внимательными и осторожными вблизи проезжей части. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Во Дворце культуры «Видное» состоялась выставка детских рисунков «Мой папа самый лучший». Итоги конкурса подведены. Победители выбраны, награды получены. Как юные жители нашего города изобразили своих пап, узнала Олеся Мордвинова. В рамках года семьи газета «Видновские вести» провела конкурс рисунков «Мой папа самый лучший». Все 70 изображений лучших пап достойны того, чтобы их увидели как можно больше людей. Но победителей оказалось всего четверо. Победителей выбирала наша жюри, которая состоит из сотрудников редакции. Победители у нас занимают первое, второе и третье места. И у нас всегда есть приз симпатий редакции. Первое место досталось Веронике. Она признается, что верила в победу, но все равно с нетерпением ждала результатов. Когда маме позвонили, у меня было очень радостное впечатление, и я очень волновалась. Юная художница создала свой рисунок за полчаса, используя маркеры и акварель. Она изобразила папу в образе моряка, хотя в обычной жизни он строитель, но очень любит море. Это была моя фантазия, и папа мне больше рассказывал о море. Саша тоже очень любит своего папу. Он много работает, заботится о своей семье, помогает дочке делать уроки и ни в чем ей не отказывает. Именно ее рисунок тронул в сердце жюри и получил приз симпатии редакции. Я нарисовала папу около гор, потому что он меня очень любит путешествовать. Победители получили сертификаты от спонсоров конкурса. Академия спорта на базе загородного комплекса «Видная усадьба» и Центра дополнительного образования «Артсона». А видновская дирекция киносети вручила грамоты и цветы. Золотые руки, разумеется. В этом году газета «Видновские вести» проведет еще несколько конкурсов, в которых читатели смогут принять участие целыми семьями. Олеся Мордвинова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.